За Россию и свободу до конца! В этот день поздравления принимают офицеры России. Единственный, но пока что неофициальный праздник, объединяющий командный состав всех силовых структур. Памятные акции и торжественные мероприятия проходят 21 августа по всей стране. Молодые офицеры Ульяновской области профессиональный праздник столь неформальной обстановки встречают впервые. Понятно, что мы все взаимодействуем по службе, но сегодня ребята собрались в неофициальной обстановке, чтобы каждый рассказал о своей службе, о том, как он выбрал свой путь встать на сторону закона. Я думаю, что это мероприятие войдет в традицию, чтобы ребята тоже встречались, общались между собой, передавали свой опыт, пусть и пока небольшой. Начать служебный путь получения военно-профессионального образования, изучить тонкости работы ведомства и начать карьеру молодым специалистам. Чтобы узнать о своих основных обязанностях, где на первом месте стоит защита Родины, офицер должен пройти серьезную подготовку. Люди, они все разные. Нужно себя сначала попробовать. Именно для этого у нас имеется институт общественного помощника. Нужно прийти к общественным помощникам, устроиться немножко поработать, помочь следователю, почувствовать на себе эту обязанность, эту ответственность на себе почувствовать. И уже после этого нужно решать, нужно тебе это или не нужно. Сегодня пройти подготовку для получения офицерского звания можно в 55 высших военно-учебных заведениях страны. Выпускники военных институтов, университетов и академий занимают первичные офицерские должности, но уже с серьезной перспективой на вышестоящие. Когда я учился в школе, к нам на открытый урок пришли сотрудники уголовно-исполнительной системы. Они рассказывали про стабильность, про хороший коллектив, про льготы сотрудников. А я с детства мечтал стать офицером. И приложив усилия, я поступил в Академию всей России Рязанскую, отучился там и пошел по целевому направлению работать в управлении Федеральной службы исполнения наказания. Офицерский корпус всегда показывал наивысший класс воинской доблести. Представители правоохранительных ведомств региона к своей службе относятся по-особенному. Разоблачать преступников, возвращать похищенные ценности, защищать честь и свободу законопослушных граждан – работа, требующая особенного подхода. Идти на оправданный риск ради людей – их ежедневный добровольный выбор. К сожалению, сегодняшний мир, общество неглистично и часто приходится сталкиваться с фактами неуплаты алиментов, невыплаты заработной платы, невыплаты морального вреда, причиненного здоровью или имуществу. Поэтому желание помогать людям восстановить нарушенные их права, они и привели меня в службу судебных приставов. Дело в том, что у нас продолжается династия офицеров. У нас отец тоже служил в полиции, в свое время был офицером, и мы решили пойти по его стопам. Есть такая профессия – родину защищать, и все-таки это является одной из профессий нашего общества. А защищать родину, я думаю, каждый мужчина должен как-то это сделать по-своему. Вот мы выбрали вот этот путь. Смотря на человека в погонах, знаешь, что за ним как за каменной стеной. За ним защита, спокойствие. В завершении акции «Служу России» офицеры почтили память коллег и возложили цветы к мемориалу Героя России Дмитрия Разумовского. Яна Федорищева, Владимир Куликов, Новости Уллправда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова